Один день год кормит. В глобальных масштабах год кормит все же один месяц. И это май. Посевная кампания в самом разгаре и продлится еще минимум неделю. Погода позволяет работать в полную силу. На заседании правительства директор профильного департамента рассказал, что возобновлен посев льна. 220 гектаров уже посажено. Осталось еще столько же. На поддержку выделено 7 миллионов рублей. Очень много есть вопросов, упущенных моментов и по технике, которую мы сейчас практически с нуля воссоздаем. Это техническую базу по перерабатывающей промышленности. Мануфактура былина сейчас занимается как раз оборудованием для переработки. Государство в этом году предусмотрело для сельского хозяйства Ивановской области поддержку в размере 496 миллионов рублей. К привычным видам помощи добавятся и новшества. Дополнительные средства выделены на ввод в оборот неиспользуемых земель. 58% сельхозплощадей региона так называемые залежные земли. 15 миллионов рублей на этот год. И по заявкам на сегодняшний день уже 3800 гектар заявлено. Я думаю, что где-то от 3,5 до 4 тысяч гектаров в конце концов будет введено. Это как раз одно из направлений, которые позволят нам вот эту тенденцию переломить и вводить в оборот. Возможности использовать неиспользуемые земли ждет и хозяйство РИАД. В этом году они меняют структуру посевных площадей для поддержания рентабельности. Стоимость пшеницы упала настолько, что даже затраты на ее выращивание не окупаются. Агрария намерена попробовать себя в возделывании масличных культур – рапса и сурепицы. С целью дальнейшей глубокой переработки на рапсовое масло, а также жмыхи. Жмых – это ценная кормовая добавка, высокопортуиновая, которая положительно влияет на производство и увеличение объемов и качества молока. Рапсовое масло по своим свойствам близко к оливкам. И во всем мире спрос на него значительно превышает спрос на масло подсолнечное. Есть одно серьезное «но». Масличные культуры в расчет поддержки субсидий на гектар обрабатываемой площади не входят. Включить рапс может только Минсельхоз. Про рапс давайте с Минсельхозом поговорим. Я правильно понимаю, я хоть и не специалист, что с рапсом есть одна проблема, что после него там уже ничего не посеешь. Это неправда. Это один из самых лучших предшествий. Вместе с тем Станислав Воскресенский отметил, что по мере развития животноводства спрос на зерновые будет увеличиваться. И это уже не планы, а реальные проекты, готовые к реализации. В частности, компания «Дымов» к 2019-му запланировала построить животноводческий комплекс в Гаврилово-Пасадском районе. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.